Всем привет! Приехала я в деревню. Пока перепахиваю любой земельный участок, подошел сосед. Иди, говорит, лучше у меня в огороде походи. Я, говорит, перепахал и ничего у меня не посажено. Так перепахал, чтобы трава не росла. Так что, друзья, я хожу уже в соседнем огороде, потом уже буду в своем огороде ходить. Есть возможность, надо походить. Огород большой. Проволочка. Ну, вот видите, пока такие находки. 5 рублей у забора лежало. Кто-то потерял уже. Алюминиевые часики были. Сигналов вообще здесь куча. Надо копать эти. Вот все сплошь вот так гудит. Сигнал какой-то сумасшедший. Ну, кто его знает. Проволока. Неужели так проволока гудит? Непонятно. Что-то еще, наверное, здесь. Чего только здесь нет. От пробок. И все, наверное. Наконец-то хоть какой-то более четкий сигнал. Что здесь, друзья? Ух ты. Вторая монета. Ну, про первую можно не говорить. Ходячка, не считая ее за находку. Это у нас двойчок 1936 года. Прошла совсем немножко. Вот у него здесь дом стоит. И вот уже двойчок 1936 года. Прикольно. Вот сейчас как накопаем здесь. Куча находок. Огород большой. Немножко засажено картошкой за дома. Буквально чуть-чуть. А остальной огород не засажен. Ходи, ходи. Осколочек какой-то интересненький валяется. Посуда какая-то была. 61. Хороший сигнал. 61. Что-то выкопали. Что выкопали, не знаю. Заранее радоваться не будем. Но что-то выкопали. Что пикает. Ой, на какую-то штучку. Хотела я ямку заравнивать. Все-таки я сигнал-то свой друзья не нашла. оказывается. Я и думаю, что сигнал-то у меня был хороший. И какую-то штучку нашла. Проверила там. Она вообще по-другому бьет. Ух ты. Точно. 60 с лишним. Это империя, друзья. Николаевская монета. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Это у нас одна четвертая копейки серебром. 1840 года. Вот она пикулечка. Маленькая монетка. 60 с лишним бьет. Ну-ка сейчас посмотрим. Я и думаю, осколок-то проверила что-то не то. Вот даже сейчас 69 уже. Вот так. Четкий сигнал. Огород, друзья, большой. Мне сегодня за вечер даже его не пройти будет. Хожу аккуратно, потому что топтать даже не хочется. Он говорит, да топчи, притаптывай. Ну, как-то жалко. Все вспахано, все ровненько. Но с разрешения хозяина можно делать все. Раз разрешает, значит, будем ходить, искать. Буквально немножко прошла и еще высокий сигнал. Так, где он у меня? 69, 68. Неужели еще одна? Одна четвертой копейки. Хоть бы, хоть бы монетка. Это уже ниже сигнал. Не знаю, что здесь. Здесь уже. Сейчас уже 35 здесь. Но это не тот. Надо откапывать тот сигнал. Высокий. Здесь осколочек. Но это не он. Надо искать в ямке. Немножко копнуло. 67 сигнал. Это что такое? Ой, даже гирька. Хозяева говорят, что где-то здесь у них на территории стоял магазин. Ну, я не знаю, гирька-то какая. Мелочь, говорит, должна здесь быть. Ищи, говорит, лучше. Я говорю, ладно. Гирька. У меня уже третья, наверное, эта гирька или четвертая даже. Била как монета. Да. Сейчас проверим. Видите? 69, 68. Как одна четвертая. Копеечки было. Жалко, что не монета. Ходи, говорит, хоть до утра. Я говорю, до утра-то я уж ходить не буду. Приезжай, говорит, завтра. Не знаю, посмотрим. Может, даже завтра приеду. Сколько сегодня похожу. Пока светло, буду ходить. Погода замечательная. Тихо, спокойно. Тем более, здесь одна. На всей территории никто мне не мешает. Да, друзья. Сигнал на сигнале просто здесь. Вот сейчас заровняла. пробивается какой-то сигнал. Но, видите, чернина перебивает. Не знаю, посмотрим. Может, пробка. Вообще непонятно. Сигнал скачет. Непонятно. Ух ты! Ух ты! Мы вышли из бухты! Смотрите, ребята. Копейка. Советская копеечка. Одна тысяча девятьсот тридцать девятого года. Или какого? Точно тридцать девятого. Одна копейка. Тысяча девятьсот тридцать девятого года. Такие девятки длинные. Прикольные. Я думала сначала ошиблась, что это девятка. Нет. Это девятки интересные. Какая-то копеечка у меня, знаете ли. Что-то я не припомню, чтобы находила такую монету. Нормально. Мне очень нравится, между прочим. Это у меня уже четвертая монета. Это Люба говорит. Если ходячку не считать, то три монеты. Ходячка четвертая. Он мне еще пообещал. В следующий раз говорит, еще тебя в один огородик свожу. Еще у него есть. Так что еще, возможно, будут у нас с вами поиски в этой деревне. И все будет хорошо. Дай бог. Там тоже большой огород. Пока ничего не построено. Собираются еще строить. Все, чутненькие сигналы. 41-43. Земля как бог, друзья. Копать одно удовольствие. Еще бы находки были. Ну, по крайней мере, хотя бы не тяжело копать. Но это покрышечка была раньше. Ладно. Такой ерунды. Здесь, конечно, вообще полно. Стало раскапывать еще один сигнал. Такой. Что-то хрипит. Типоватый сигнал. Откопала сейчас уже пробку. Рядом. Видите, какой-то вообще не очень сигнал. О, это что такое? Кто потерял каблук? Признавайтесь. Каблучок лежит. Чего только нет в огороде. Все равно где-то... Ух ты, точно. Пробивался. Хрипучий, но... Так, это у нас какой год? 31 год. 15 копеечек. Хороший щитовичок. Нормально. Монетки есть. Хорошо. Пошла сейчас уже по второй полосочке. Снова сигнал. Довольно-таки стабильный. 55-56. У меня уже пробки из кармана выпадывают, друзья. А это очередная пробка. А, нет. Это детское колесико. Так, это не то. Пластмасска. Что-то выкопали. Ну, давай. Что-нибудь бы интересненькое. Ты же рассказывал в прошлом году. Глазами две монеты. Племянник, говорит, приехал. И две монеты сразу нашел. Глазами. Когда, говорит, я перепахал. И выпахало две монетки на поверхности. Да, это не монета, конечно. Жалко, но что поделать. Ну, вообще сплошная мусорка, а не огород. Сплошные плоробки советских времен. Кошмар какой-то. Выкопала сигнал. Сначала выпала, не знаю, тюбик, наверное, от зубной пасты. Оказывается, не здесь. Чёртый сигнал 42. Хотела заравнивать. В одной ямке несколько сигналов, может быть. Но это уж очень такой стабильный сигнал. Ну и что здесь, где я у нас? Это что такое? Нет. Ух ты! Сразу же золото увидела. Сразу золото увидела. Это у нас, ух ты, ну старенькая монетка. Три копеечки. 26-й год. Сегодня какие-то интересные года попадаются. Хоть и прошли дожди, но земля сухая. Где стоял магазин? Где деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? Не понять. Здесь территория у него большая, здесь вообще огород за огородом. Там ещё площадь непаханная, большая. Может, там ещё походить надо будет. Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры? Где деньги лежат? Ничего себе, пришлось столько мне раскопать. Уже до сырой земли даже добралась. А где-то монета всё проваливалась, проваливалась. Непонятно куда. Копаю сигнал, идёт, идёт. Думала, наверное, пробочка опять. 42-41. Но вот когда в земле, сигнал как-то другой был, конечно. Может, на ребре лежало или как, но был слабый сигнал. Но, думаю, надо выкопать всё равно. Только уже пробок накопала. Думаю, ладно, ещё выкопаем одну. Сейчас почистим, посмотрим год. Страшная, друзья, монета. Три копейки советских. Год у нас 1931 года. Это убитая полностью. Даже ещё и пробитая. Страшная монета. Ужас. Просто. Ладно, находка. Берём всё равно. У меня уже руки так засохли от этой земли. Не знаю, почему сегодня. Руки засыхают просто. Ещё даже лопату в руки не взяла. Впереди уже сигнал 40. Сигнал 40. Ох ты. Сразу же пробка другая. Всё били. Пробочки у нас 45. Это 40. Не стала вам показывать уже сигнал. Тороплюсь, потому что уже темно. Нашла. Интересную штучку. Это, наверное, от самовара. Красивенькая. Птицы на берегу кричат. Разные голоса. 45 сигнал. Смотри, вот. Сигнал на сигнале. 44-46. Мошки хоть не стало. Томашка разовидала сегодня. Так, это у нас сигнал. В общем, скачет сигнал 35-37. Рядом ещё сигнал. Ах, скрутка проволоки. Ну, я и думаю, что бегает сигнал нестабильный. Когда скрученная проволока, ну, бьёт хорошо. Всё равно копать приходится. Рядом где-то ещё сигнал. Сейчас ещё попытаемся выкопать. Может быть, там ерунда, конечно. Так, где у нас? Ну, здесь вот повыше сигнал. 67-68. Ох, я уже не могу копать просто. Не могу копать уже. Сигнал 55. В общем, как-то тоже скачет. Как-то скачет. Так. Уже не надеюсь на монеты. Просто я уже не могу копать. Тип-тип-тип-тип. Ух ты, чё это? Монетка, друзья мои. Монета какая-то. Не пойми какая. Сигнал. Как пробка. Я уже думала, пробочка очередная. Какая-то монета, не знаю. Сейчас посмотрим, что поблескивает. Серебришка, что ли. Похоже на серебро. Ух ты, точно. Я уже в темноте, друзья, ничего не вижу. Просто. Точно. Серебро. Империя, друзья. Имперское серебро. Класс. Сейчас я почищу. Класс. Это я уже хожу сколько. Ну вот у меня забор. Это я так раз... Три. Ну где-то уже четвертая полоска. Серебришка. В центре огорода. Как ни старалась почистить монету, не могла я ее, в общем, очистить. Налет большой. Дома сделаем все, как положено. А то я в тот раз ездила, монету сломала серебряную. Не буду ничего тереть. Это у нас 10 копеек, 1909 год. СПБ. Империя. Это у нас Николай II. Так, чтобы поздравлять меня, серебрушку нашла. Еще одна монета, друзья. Рядом, буквально, в двух шагах. Слабый сигнал был. Это у нас 2 копеечки, 1970 года. Кто родился в 70-м году, признавайтесь. Да, монеток мало как-то. Но я еще прошла, конечно, не так много. Бывает, зайдешь, вот в прошлом году зашла, и сразу монеты, монеты, монеты пошли. Здесь так себе. Сигнал был 74. Думаю, стоит камеру доставать или нет. Не знаю, посмотрим. Здесь не так много высоких сигналов. Это что за ерунда? Это что такое? Вот и высокий сигнал. 74. Не знаю, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это ерунда. Но било хорошо. Нашла какую-то штучку непонятную. Пломба, наверное. Малюсенькая пломба. Советское что-то. Серп молот. 6,297. Только ямку заровняла. Вообще такой четкий сигнал. 50. 50,49. У меня уже здесь... Все поле у меня уже перекопано здесь. Завтра хозяин приедет, скажет мне, что-то мне тут перекопало все. Непрямое. Уже ничего не вижу. Ничего уже не видно. Опять какая-то монета. Все руки уже грязные. Это у нас 5 копеек. 1931 год. В окислах вся монета. Ну, здесь нормально еще. Комары заедать начинают. Ну, вон, какая есть. Находка все равно. Даже пологорода не прошла. Так, светло. В небо посмотришь посветлее. А так уже, видите, все уже ночь. Сколько время, даже не знаю. Хожу такая счастливая. А счастливая часов не наблюдает. Но время уже много. Я не знаю, наверное, уже 11-й час. Это точно. 11-й ходит. Солнце давно село. Вообще темнотища. Поеду сейчас домой. Посмотрим, что у нас получилось по находкам. Полный карман. Сейчас я выгребать буду пробок. И всякой ерундой. Все, друзья, дошла до машины. Выложила все свои находки. Смотрите, жесть какая. Это кошмар. У меня просто вываливалось все из карманов. Столько вот этого всякого шмартика накопало. Это кошмар просто. Так, ну ладно. Не будем о печальном. Нашла еще чернильницу. Стала выкапывать. Пробку копала. Выкопала вот такую чернильницу. Прикольно. Советское время. По монеткам нормально сегодня накопало. Все равно даже серебро выкопала Николаевская. Одна четвертая копеечки порадовала. Ну и советики. Все хорошие монетки. От часиков. Конинка. От керосинки. От самовара тут. И гирьку сегодня нашла еще. Куча. Всякой ерунды. И монетки. Нормально. Коп сегодня состоялся. Я довольна. Серебро, друзья. Уже не зря. Пускай даже советские монетки мелкие. Ну и что. Находки есть. Это главное. Всем пока-пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok